Вот интересно знать, что, знаете, я исследовал эту тему, оказывается, что когда мужчина вот развивается как личность правильного, то есть он совершает аскезы, воздерживается от половой жизни, некоторые думают, это вызывает импотенцию, ничего подобного, импотенцию развивает безудержное желание заниматься пол-сексом, да, человек постоянно, у него одна картинка только внутри, в голове стоит, вот эта вот, постоянно вот такая вот. Или смахнул слезу рукой, и снова вижу образ того Мадонна. Вот это когда постоянно, ему 24 часа в сутки вот здесь стоит, вот картинка, у него накапливается очень горячая энергия в нижних органах, это вызывает уритрит, простатит, опухоль предстательной железы и импотенцию. Когда ничего не получается. Но эта причина заключается в том, что слишком сильно хотел, чтобы получалось. Вот куда человек вкладывает свои силы, то он его не получает, слишком сильно, имеется в виду силу желания. Понимаете, желание должно пойти на аскезы, на воздержание, все остальное, чтобы получать само собой в жизни. Только сильный мужчина имеет сильные функции. Понимаете, очень большая часть бесплодия мужского связана с тем, что человек-мужчина не воздерживается в своих мыслях о женщине. Не воздерживается. По факту настоящий мужчина, его больше женщина любит. Вот смотрите, когда мужчина сильно привязан к женщине, к женской энергии, он сильно зависит от нее. Женщины думают, что, Олег Инатьевич, почему вы кучки-то? У нас мужики-то вообще дома не будут находиться. Думаете так, женщины? Давайте я вам одну вещь скажу. Вот чем мужчина мужский, тем он легче женщине женские эмоции терпит. Чем он больше занят мужским делом, тем легче с ним жить. Он сильный, крепкий. Можно хлыкать рядом с ним, плакать. Можно, что хочешь, как бы его называть, как хочешь. Испокоен себя. Причина? Потому что он не сильно зависит от женской энергии. Первым делом, первым делом. Самолеты. Ну а женщины, а женщины потом. Как солдаты меня мать провожала. Тут и вся моя семья набежала. Маруся. От чести слезы льет, как гусли. Душой ее поем. Я об этом сейчас говорю. Понимаете? Когда мужчина очень сильно думает под женщиной, привязывается. У женщины психика, она неустойчива, она идет волнами. То есть, настроение женщины зависит от движения луны. Постоянно меняется. Каждую секунду идет изменение настроения. Постоянно движется настроение. Поэтому женщине нужна устойчивость. Не подлудники ей нужны, а устойчивость луны. То есть, человек, в котором движение вот этого настроения нет. Но если мужчина сильно привязан к женщине, у него тоже меняется настроение зависит от изменения настроения жены. И поэтому, когда приходит домой, так как женщина психически контролирует настроение всей семьи, то есть, в семье все по-женски. То есть, в квартире все в женскую природу имеет. Кто не согласен? Нет, друг. Смотрите, шторы, брюлечки или с флошками? Вот, кровать. Какая полосатая, нет? Нет, такая нет. Вся внешняя кровать. Вот, обои там, все цветочками, все женскую энергию в квартире. Женщина полностью контролирует атмосферу в квартире. Это ее женская энергия. И причем, интересно знать, что женщина, она также контролирует настроение в квартире. Допустим, когда у нее плохое настроение, у детей плохое настроение, у кошки плохое настроение. И муж приходит с работы, он, смотрите, интересный феноменок. Он подходит к жене и говорит, что такое? Ты че такая? Потому что он хочет отдыхать в квартире, а плохая среда, женщина судьбой. Она говорит, и тебе другой. Законная ситуация, да? Почему он приходит к ней и говорит, что такое? И че такая? Почему он бывает не это? Как вы думаете? Потому что он потерял себя. У него нет силы быть независимым от того, что происходит в квартире. У него не хватает мужской энергии, понимаете? Не хватает мужской силы. Из-за того, что у него не хватает мужской силы, начинают скандалы в семье. Он постоянно ходит. Ну и че такое? Че ты? Че ты? Такая ходишь. А она такая ходит, потому что на нее луна так действует. Она ничего не может сделать. У настроения постоянно меняются. Женщина не может вот менять. Вот если у него не такое настроение, а такая. А если не такое, тогда держись. Знаете, женщина настроение постоянно меняется. Мужчина не должен зависеть от этого настроения. Он должен быть как скала. Веды сравнивают мужской характер с берегами реки, а женский с рекой. И река, она постоянно то туда, то сюда загибается. И берега должны быть высокими, чтобы она река тепла хорошо. Чтобы ей как она хотела, так и текла. То есть приходит муж, а она ему аааааа. То есть так оно все нормально все. И его спрашивают, у тебя жена хорошая? Я говорю, нормальная? Смотрите, второй вариант. Мужчина такой приходит домой к психологу. Говорит, я не могу с этого делать. А он меня туда было вообще. Почему он такой дергалый? Потому что он себе привязан к женщине, у него энергия пошла бы не в сторону, понимаете, у него мужская энергия слабела, а желание секса, чувственность, всяких удовольствий, кровати, телевизора, пиво, оно увеличивается. Теперь смотрите, почему так много пьяниц? Это женская энергия. Это желание получать счастье сразу, а не с помощью аскез. Что значит мужской характер? Сначала самолеты, сначала тренировки, сначала воля, сначала аскезы, потом счастье. Это мужская жизнь. А водка? Сначала буль-буль, потом счастье. Никаких аскез. Все. Водка, какие дела, да? Ну то есть, и человек каким становится? У меня есть один близкий человек, друг, профессор Жданов. Он в России возглавляет общее дело, как будто стоматизация страны. У вас еще не появился? Жданов нет? Знаете, да? Там движение народное идет большое, при поддержке правительства России. Он такой серьезный человек. И он исследовал вот эту тему. Оказалось, что спиртное, оно увеличивает женские гормоны у мужчин. Мужчина краснеет лицо, бедра начинает увеличиваться, животик. Голос становится тоньше. И развивается вот эта вот штука, о которой мужчина сильно боится. Вот это. Вот это вот развивается. Но это опять много. И большая проблема. По статистике, количество мужского бесплодия резко растет. С количеством спирта на душу населения. Понимаете? Страшная вещь. Чем больше спирт, тем больше бесплодия. Почему? Потому что так действует спирт на мужские гормоны. Но почему он так действует? Потому что это увеличивается женская энергия. Почему человек пьет? Потому что он не может работать над собой. Почему он не может работать над собой? Потому что он не понимает, что мужское счастье. Что мужское счастье спать надвергом, делать зарядку, обливаться холодной водой, совершать аскезы. И жена его будет любить лучше, ему легче дома будет жить. Она его будет уважать. Он будет успешным в жизни. И у него будут рождаться дети. Потому что когда мужчина так себя ведет, у него силы семени увеличиваются. Он становится производителем. Настоящим мужиком. То, что вы хотели по факту услышать. Настоящим мужиком. Он тоже зависит от этого. Понимаете? Сколько ты аскез совершаешь, насколько ты работаешь над собой. Некоторые мужчины говорят мне, Олег Геннадьевич, вот так в этой книге. Олег Геннадьевич, что-то я не могу дойти себя в жизни. Мой хороший. Не надо с этого начинать. Начни пьер царяку. Раз, два, три, четыре, пять. Кондельки таскать надо. Под холодным душиком надо ныться, мой хороший. Надо оставать рядом, учиться, а не спать в постели. Понимаете? Вот с этого надо начинать. И когда человек, как мужчина начинает вызываться, у него мужская энергия начинает двигаться сильно по правом-правом части тела. У него в воле появляется решимость, он начинает работать над собой сильнее, очень активен внутренне. У него появляется сила воли, у него самоконтроль начинает появляться. Самоконтроль у человека можно проверить очень простым способом мужчине, очень простым способом. Реагирует он на женские эмоции или нет? Все мужчины реагируют на женские эмоции. Женские эмоции, они вызывают очень сильную разрубку в сердце. Когда женщина говорит «Пойдем, поговорим!» У него внутри сразу что-то переворачивается, не тяжело становится. Любому человеку, любому мужчине. Так же, как женщине, потому что здесь у мужчин дырка, у него вот этот центр разума, синий разум. Так же, как женщине, очень тяжело, когда муж давит мозгами на нее вот этот центр разума. Он говорит «Я тебе сейчас расскажу, как надо жить правильно». Он говорит «Не могу, не дерьмать». Он говорит ей, давит мозгами, и ей сразу тут все сковывается, а она ничего не соображает. И хочет просто что-то крикнуть ему, и все. Она не знает, что ей делать в это время. Ну, правильно, по-моему, женщины? Правильно. Вот. Ну, то есть, видите, мы не понимаем друг друга просто. Но, поймите такую вещь, что настоящая женщина, она, когда мужчина на нее давит, она растапливает кусочек льда сердцем своим горячим. Она не успокаивает там нежное воздействие к любовью. А мужчина сильный, настоящий мужчина, он как действует? Он просто терпит спокойно, ну, пока она успокоится. Пытается как-то ее успокоить, и не расстраиваться, и не плачет. Вот. Вот, а потом уже общается, когда она успокаивается. Для этого нужна муская сила, мой хороший. Муская сила не означает 24 часа в сутки думать об одном красивом месте женщины. Понимаете, не надо этим заниматься всю жизнь. Это как награда должно приходить. И человек, мужчина не должен становиться тряпкой. Видите, я такую сложную тему для понимания затронула. Но это основа. Если человек этого не понимает, он не может найти свое предназначение. Потому что для этого нужно быть развитым человеком. Характер человека развивается таким образом. Мужской характер развивается через аскетизм, волю, решимость, выносливость, целиустремленность, терпение. Женский характер начинает развиваться через доброту, мягкость характера, смирение, сострадание, заботу, ласку, внимательность. Понимаете? Мужской характер развивается через ответственность, решимость, желание работать над собой и так же духовно развиваться, как мы с вами. А женский характер развивается через, я вам в следующую стадию рассказываю, женщину, в следующую, но у меня не разума. Через верность развивается женский характер. Развивается через способность прощать и улаженных отношений развивается женский характер. Так же он развивается через способность чувствовать, через способность глубоко понимать сердцем ситуацию. Тоже на уровне духовного происходящее. Женщина духовно развивается. Так, мы говорим с вами о разуме сейчас. То есть разум нужно развивать. Веды говорят, что человек это разумное существо, в отличие от животных. У животных тоже есть ум, но разум не функционирует, он в зачаточном состоянии живет. А у человека разум начинает функционировать. И разум состоит из знания о том, кто я такой, о своей природе. Мы сейчас говорим о природе мужчины, природе женщины. Это более глубокое знание, дает понимание, куда направить свою жизнь, в какой русло. Это очень важно знать. Если человек не направил в правильное русло свою жизнь, его характер не может раскрываться. И поэтому он не может понять, что ему делать в жизни, чем заниматься. Но по факту, когда человек понимает, чем ему заниматься, вся деятельность человека также зависит от состояния разума. Есть четыре структуры разума, которые определяют направление деятельности у человека. Я вам сейчас говорю просто направление, не специальность. Попытайтесь это понять. Я сейчас не говорю о мужчине и женщине, я говорю просто о структуре разума. Мы сравниваем три центра разума со светофором. Когда вот этот верхний светофор очень сильно включен у человека, а вот этот на втором месте находится, тоже работает, а тот спит в третий. В том случае, человек склонен к тому, чтобы изучать, давать знания и заниматься такой деятельностью, как преподавание, научная деятельность, юриспенденция, медицина, связанная с тем, чтобы обучать людей. Он становится тренером или он становится, допустим, человеком-священником, который изучает духовное знание. Понимаете, то есть есть категория людей, которые склонны давать знания и учиться. Они всю жизнь по факту учатся и дают знания. Они работают над собой всю жизнь, вот эти люди. Теперь вы скажете, Олег Иванович, я в какой категории отношусь? Ну я что-то у кого им сейчас скажу, вот это ничего не меняется. Почему? Потому что ты пока сам себе это не откроешь, ты не сможешь так функционировать. Спасибо вам, Добро пожаловать. Спасибо вам, Добро пожаловать. Я думаю, только ваше время, конечно. Спасибо вам, Добро пожаловать. Попите. Переклады. Итак, смотрите, то есть вот этот вот тип людей, он очень широкий, это широкая категория людей. Допустим, насколько это глубокая тема. Допустим, человек рисует картину, он может рисовать ее для того, чтобы давать людям знания. Первый тип людей. Второй тип. Он может рисовать, то есть этот тип, как первый тип ученых, да? Ученый, человек склонен к науке или вот такой тип людей, назовем их учеными. Второй тип людей. Человек склонен управлять обществом, процессами, которые происходят в этом мире. В этом случае он картину будет рисовать для того, чтобы как-то он политическую обстановку в стране будет. У него патриотические картины будут. Третий тип людей. Люди, которые склонны к тому, чтобы создавать средства и обмениваться ими, то есть назовем их бизнесмены. Он такой человек будет рисовать картину для продажи. Четвертый тип людей. Это люди творческие, которые хотят любовь создавать в этом мире, они хотят красоту создавать. Этот тип людей будет рисовать картину для красоты. Чувствуете разницу, нет? Один врач будет давать знания, второй врач будет за заведующим отделением медицинским, третий врач будет торговать этими БАДами, и четвертый врач будет просто любить свое дело и лечить людей. Чувствуете, нет? Нет в разницу. Это все совершенно разные люди разных типов. И это в каждой специальности такие есть градации. То есть, если вы меня спросите, чем конкретно мне заниматься, там, химией, физикой или гайки путей, это определяется наклонностями человека. Понимаете? Не путайте наклонности и тип разума, тип личности. Потому что человек может иметь, допустим, наклонность, что-то мастерить руками, допустим, но он может действовать четырьмя этими типами в этом случае. Понятно, да? Так, второй тип. То есть, первый тип, вот этот центр разума, самый активный. Какие отличительные качества этих людей? Они склонны учиться, они склонны к знанию, они всегда спрашивают, как жить правильно. Им нужен наставник. Они очень склонны разработать над собой. И по факту они всегда с позиции науки смотрят на все, с позиции научных фактов на все смогут. Нужны факты, наука. Нужно разобраться прежде, чем что-то делать. Правда или истина для них дороже всего для таких людей. И самое главное качество развитых таких людей – это смирение. Смирение. То есть, настоящий ученый – это тот, кто хочет правду, а не степени ученого. И тот, кто не считает себя слишком умным, он не гордится собой. Понимаете? Значит, настоящий ученый. Это признаки развитого человека, который получает счастье от своей деятельности. Мы знаем, что Эйнстейн в конце жизни сказал, что я считаю, что я практически ничего не знаю в этой вселенной. Ну, то есть, это настоящий ученый, он склонен, он не выпендривается перед всем, понимаете? Дальше, вторая категория людей. Очень активен вот этот центральный, средняя часть разума, очень активно вот этот. А это на втором месте стоит. Я уже с другого аспекта смотрю, не женское, мужское, с другого аспекта. Вот здесь активность высокая. Мужчин и женщин это одинаково. Это эти типы людей четыре. Средняя часть разума, она связана с любовью к обществу, к людям. И человек, по факту, он очень сильно беспокоится о том, чтобы общество развивалось. Он беспокоится об общественной жизни. И беспокойство его связано со знанием. Он пытается применить аспекты знания. То есть, он хочет знать, как управлять обществом. Как сделать так, чтобы общество нормально функционировало. Такие людей называют управляющими. То есть, эти люди со спекта власти и социальной деятельности смотрят на этот мир. То есть, они пытаются понять, как правильно все должно функционировать, как правильно все организовать. И таких людей надо называть организаторы или руководители. Понимаете, они бывают разных вариантов, эти руководители. От полководца, допустим, до политического деятеля. От директора завода до солдата, просто милиционера. Понимаете? То есть, это эти люди управляют обществом на разных звеньях. Их качества основные. Такой человек должен стремиться, вот так называть. Смотрите, есть развитые ученые, есть неразвитые. Есть тот, который нашел себя в жизни, есть тот, который потерял себя в жизни. Развитые ученые, я бы сказал, как будет, он скромный. И он стремится к истине. Два качества основных. Неразвитые ученые. Гордится собой. Очень сильно стремится к ученым степеням. И постоянно подставляет факты научным. Для того, чтобы его уважали. Понимаете? Для него истинно не дороже всего. Для него дороже всего его престиж. Не настоящий, не счастливый ученый. Будет всегда мучиться в жизни. Не чувствует, что он занимает своим делом. Счастливый правитель какие качества имеет? Первое качество. Он способен защищать людей, заботиться о них. Первое качество. Желание защищать, проявлять мужество в защите нации, людей. И рисковать для этого своей жизнью. Первое качество. И второе качество. Это способность быть влиятельным человеком. Это означает держать свое слово. Означает выглядеть нормально. То есть быть социально в высокое положение занимает. Выглядеть нормально, держать свое слово. Знать, как разговаривать с людьми, чтобы уважали. И так далее. Теперь неразвитый человек вот в этой второй категории. Как он себя ведет? Первое качество. Эксплуатация людей. Желание подавить их волю. И властвовать над ними. Не защищать их, а мучить. И второе качество неразвитого такого человека. Это бескультурия. То есть он может совершить такой поступок, что все не слышно будет. Он не может вести себя как лидер общества. Так вычислено по факту. Понимаете? Вот. Ну то есть людей в чем заключается? В том, что и человек счастлив в своей деятельности, несчастлив. Мы сейчас не обсуждаем, кто из кто. Мы говорим о том, будет счастье в жизни или нет. Ну допустим, у Суворов было счастье в жизни. Почему? Потому что он любил солдата. Он всегда заботился о них постоянно. Он был всегда достойным в любой ситуации в жизни. Понимаете? Я такие вещи сказал, основные. И они определяют личность. Видите? Личность определяется не квалификацией того, насколько он выучился в каком-то учебном заведении. Мы сейчас говорим о развитости разума или характера человека. Допустим, человек выучился на международные отношения. Сейчас выучился на международные отношения. Выучился на международные отношения. Но дипломату, есть качество дипломата определенное. Дипломат должен уметь разговаривать ясно. Он должен уметь терпеть любую обиду. Он должен уметь иметь мягкую, деликатную речь, которая не ранит другого человека. Он должен очень глубоко разбираться в личностях и в людях и знать тайный смысл слов и эмоций. Вот такие качества дипломата. Насколько важно это? Хороший дипломат спасается от войны, просто одной беседой. А плохой дипломат, наоборот, едет и рушит отношения с целым государством. Просто потому, что он тупой, как баран и дипломат. Не потому, что отношения были плохими. Потому, что он и сделал плохими. Понимаете, о чем я говорю? То есть, качество высшего образования. Он, допустим, знает, что ему нужно функционально делать. У него есть какие-то научные понимания, вопросы дипломатии. Но у него нет характера, чтобы это сделать. Это значит, что он никогда это не сделает. Никогда не сделает, по факту. Это большая проблема. Таким образом, смотрите, характер человека стоит на первом месте. Но в нашей системе образования что на первом месте стоит? Просто это механическая квалификация человека. Насколько он владеет специальностью. Это неправильный подход жизни. В древней культуре людей сначала учили характер. До 15 лет людей учили иметь правильный характер. А потом уже давали им знания о специальности. И это работало очень серьезно. Если человек не может быть бесстрашным. Зачем ему учить стрелять из пистолета? Смысл какой? Вот он увидит танк. И куда он будет стрелять дальше? В штану. Потому что у него нет характера, чтобы стрелять в танк. Он будет стрелять в штану. Или чувствовать, чувствовать, ощущать, как кровь по ногам слышит. Желтый танк. Ну ладно, это же другой вопрос. То есть видите, характер главный, а квалификация, которую мы учим людей, на первом месте стоит. Следующий тип людей это бизнесмены. Люди, которые на самом деле имеют природную склонность. У них вот этот вот центр разума активен. У них есть желание заботиться о других, но понимание заботы у них другое. Это центр разума связан со знанием, это с любовью, а третий центр разума связан с самосохранением. И вот эти люди, у них вот этот центр разума активен, а нижний на втором месте стоит. И поэтому они считают, что счастье людей зависит от того, насколько их жизнь сохранена. То есть зависит от количества средств или достатка в жизни человека. Понимаете? Поэтому кто такие бизнесмены? Бизнесмены это люди, которые заботятся о достатке. Как они это делают? Они это делают с помощью общения. То есть смотрите, качество бизнесмена. Бизнесмен должен быть заботливым в плане развития, достатка людей. Он должен знать, куда вложить силы, чтобы появился достаток. Это первое его качество. И второе его качество – это способность держать свое слово в отношениях. Своё слово держать. Вот у купцов, вот этих древних купцов, там допустим 100 лет назад, 200 лет назад, было такое выражение «стереть порошок». Стереть порошок означает, что они записывали на стене мелом. С кем они будут сотрудничать? Если человек обманывал их, он стирал этого человека со спины. Это значит, что ему друзья тоже стирали. С этим человеком никто не заключал стенки. Его стерли в порошок. Это значит, что он уже будет нищий через некоторые люди. Просто потому, что он не выполнил свое слово. Понимаете? Слово бизнесмена является его имиджем, маркой. И счастье ему приносит в жизни. Когда он так себя ведет, он заботится о людях. То есть, что бизнесмен должен делать? Конечно же, зарабатывать деньги. Вопрос для чего? Не разумный бизнесмен думает, что он должен зарабатывать для того, чтобы построить себе виллу где-нибудь на Майами. И летать туда пописать и покатать в свободное время. На самом деле, нормальный, разумный бизнесмен знает, что счастье приносит, когда ты эти деньги используешь. И развитие общества. Когда ты кормишь нищих. Когда ты создаешь образовательные проекты какие-то, обучаешь детей. Когда ты даешь возможность людям жить лучше с помощью этих людей. Называется меценатом таким. Испытывай огромное счастье, потому что их люди любили. И спрашивается, что значит испытывание счастья, Александр Геннадьевич? Что вы понимаете по этим словам? Сейчас я объясню. Вот смотрите. Веды объясняют, что человек живет внутри себя. Не снаружи, а внутри. Вся современная культура, она объясняет все наоборот. Она говорит, вот смотри, как надо жить. У тебя должно быть холодильник с дистанционным управлением, летающая стиральная машина. У тебя должен быть пылесос, который как бы пылесосит все, что может сам. Не надо даже париться. И пыль выбрасывает сам, на улицу выходит. Понимаете? То есть люди думают, что нужно вот это вот все, вот это вот круто устроить. И тогда внутри будет счастье. Теперь смотрите. Ведическая культура говорит, все наоборот. Вот это все, что снаружи находится, оно счастье не приносит, если нет глубоких отношений друг с другом. Вот, допустим, сейчас проводим тест такой. Глазки закрываем все и вспоминаем близкого человека. Давайте вспоминаем. У нас тренинг такой. Вспоминаем близкого человека. Я вам сейчас говорю ответы, три ответа. Первый ответ – не вспоминается. Второй ответ – вспоминается с обидой или с неприязнью. Третий ответ – светлая память на человеке. Открывайте глазки. В первом случае у вас нет отношений, не вспоминается. Значит, вы живете с человеком, но по факту вы с ним купите деньги на холодильнике, на машины, на квартиру, но у вас нет с ним отношений. Значит, нет счастья никакого. Просто пустую жизнь живете, и все. Пустота. Второй вариант – вы не знаете, как строить отношения с этим человеком, потому что не вкладывали силы в это. Вы не изучали, как это делать. У вас не было возможности внутренней. В результате вы просто тратите с ним, заряя свое время, и портите эти отношения. Если обиды там, неприязнь к нему у вас, допустим. И третий тип – светлая память на человеке. Вы хорошее, что-то вспомнили о нем. Это значит, что у вас есть нормальная, правильная, обычная, хорошая, обычная жизнь. Запомните, люди, которые очень сильно вкладывают в труд, работу, они вот очень сильно заинтересованы в расширении своей живоплощади, у них нет времени на отношения. Когда им отношения строят? У них ходят на работу, потом приходят усталые, у них нет сил для отношений. Он скажет, что Олег Геннадьевич, как все сейчас живут? Я понимаю, что есть скованность в определенной ситуации, но есть направленность также личности. Понимаете, если личность на работе желает счастья своей жене, своим детям, то уже есть отношения. Верно говоря, отношения в сердце, они не заканчиваются, когда люди вместе и есть наружи. Энергия ума действует постоянно. Если жена женщина, допустим, прощает своего мужа в своем сердце, в ней есть с ним отношения, даже если есть раздоры. А если она не понимает, что надо этим заниматься, вот сидеть и учиться прощать, то у нее не будет отношений. Она говорит, что он меня не любит. А ты приложил усилий, что ты любил или нет? Вот это вся проблема. Мы не знаем, куда прилагать усилия. Все усилия идут на накопление денег на телевизор. Понимаете? А не на то, чтобы создавать счастье в отношении. И то, что все самое касается бизнесмена. Вот представьте. Он надул всех, кого мог надуть вокруг. Ему все не любят. Он будет счастлив мне. Бизнесниц он будет счастлив. Но он будет счастлив в том, что у него много капусты, бабла. Так, что у него еще будет? Не будет. Панты не будут. Потом у него будет много вещей всяких. Вот одежда. Он сможет подвезнуть сквозь. Вот так вот. Вот так я вижу каждый день вот. Вот так. Блин, проходи. Вот. Нормально все. Это хорошо. Если человеку этого хочется, пожалуйста. Но сейчас это не будет. С женой глубоких отношений не будет. С детьми не будет отношений. Человек в пустоте будет жить. Почему? Потому что он не те цели поставил. Бизнесмен должен жить так, чтобы все счастливы были вокруг. Вы это скажете, Олег Иначе, куда попали? Посмотрите. Сейчас так невозможно жить. Я согласен. Потому что нет образования. Но вот у меня, допустим, мои лекции организуют тоже люди, которые занимаются политикой и бизнесом. И они прилагают усилия к тому, чтобы стране было лучше. И эти усилия уже успешны. Понимаете? То есть можно, можно все менять. Может быть не сразу, но можно. Для этого нужно сначала опрести знание, что делать. И что менять-то надо. Менять надо знание у людей. Надо, чтобы люди поняли, как жить. Если по кабельному телевидению постоянно мертвые не потеют, показывают, то что это у нас изменится? Мы не сможем развиться в личности. Так и нет. У нас не смеется. Нет рабских фильмов. Нет понимания, как развиваться. У нас нет личного развития. И никто не занимается этим по факту. Из-за этого что происходит? Потому что бизнесмен просто не знает, как он мог быть счастливым. Он не знает, что есть тонкие связи между людьми. Если ты всех обиден, ты не будешь, ты не можешь быть счастливым по факту. Не можешь. Я в милицейской академии лекции читал разок. 500 милиционеров слушал. Страшная вещь. У меня ноги тряслись. Это 40 минут дали. Эдитант сказал, 40 минут. У меня все. Они меня слушали вот так. 24 минуту так. Давай, говори, уматывай. Быстрее. Вот так вот. Я не знал, что делать. Я понял, что надо говорить на их языке. Я начал объяснять, что есть определенные энергии, которые связаны вот с этой способностью человека управлять. Начал говорить, что, например, способность управлять, управляет Марс. С этой планеты связаны разные органы, которые находятся по прямой линии. Вот так вот. Допустим, люди, которые имеют склонность к власти, у них обычно сильный аппетит. У них обычно очень сильная продуктивная способность. То есть, у них секс такой сильный, крепкий. Вот. У них обычно много чего есть. И я как бы начал связывать одно с этим с другим и сказал, что если человек обижает людей своей властью, то у него вот эта сила, связанная с парцем, начинает хаять. И по факту, в результате вот этих обид, когда человек, который подчинен ему, он испытывает вот эти вот беспокойства, то в результате развивается импотенция. Потому что это все одна и та же энергия. Или ты защищаешь всех, и у тебя вот эта мужская природа увеличивает свою силу. Или ты, наоборот, мучаешь всех, и мужская природа дает осечки. И знаете, как они начали меня слушать? У них поменялись лица. Они поняли, что это важная информация для них. Что они до этого я показываю вам, как они сидели. Вот так. Говорили у маковой. И сваливали. Потом резко, вот когда они узнали об этой потенции, они вот так вот, как Ленин в октябре. Начали слушать меня. Все вместе. У них людей, которые управляют, у них коллективное мышление. И раз, сразу все вот так. Вместе. Начали слушать. У нас 20 в последние минуты мы очень продуктивно поработали. То есть люди поняли, как надо жить. Не то, что у них такое представление, что милиционер плохой. Плохие люди. Нет. Неплохие. Нет образования. Нет образования, как им жить, что им делать. Все надо людей защищать, а не мучить. Неплохие. Нет образования об этом. Они поэтому несчастные люди. Часто спеваются. Есть статистика. Что люди, которые занимаются в галине, такие вот рыбакой рыбалкой занимаются. Ловись рыбка большая и маленькая. Вот. Они часто спеваются, понимаете. Потому что они мучают людей. Они должны делать так, чтобы люди не разбивались. Они их мучают. То есть так у них складываются вот эти отрицательные связи в сердце. И человек потом страдает от этой деятельности по факту. Почему? Потому что он не понимает, зачем она нужна эта деятельность. Он думает для того, чтобы капусту собирать и строить себе большой дом. Нет. Она нужна для того, чтобы счастье сделать. Вот в этом коренной вопрос ключевой, зачем, чем позаниматься. Понимаете? Современная культура считает, что чем-то заниматься надо для того, чтобы иметь больше денег. А древняя культура считала, что чем-то заниматься нужно для того, чтобы быть счастливым. Попытайтесь понять разницу в этих двух вещах. Они прямо противоположны. В отличие от того, что нас учат современные фильмы вот эти вот, когда ходят такие вот люди, которые вроде бы очень счастливы. Потому что они постоянно думают о том, как побольше денег заработать. Надо думать о том, как ты с недолгом выполняешь перед людьми. Тогда ты будешь счастливым. Итак, вот эти люди-бизнесмены, их природа такая. Благотворительность – это сила, которая дает им быть счастливыми. И держать слово – это второе качество, которое дает им возможность быть успешными. Успешными. Когда человек держит слово, он всегда имеет партнеров. Такие люди склонны к общению. Бизнесмены не могут нормально разговаривать, общаться. У них есть способность как бы привлекать свое внимание. Они очень способны деликатно, соправильно вести, устанавливать отношения и дружить. Это их природное свойство. Они также знают, как извлекать прибыль из денег. Это их тоже природное свойство. Они могут рассчитывать прибыль. Могут коллекционировать, копить и так далее. Они знают, как вкладывать деньги, как их брать из оборотов и так далее. Это их природные способности. Не надо думать, что это можно как-то развить. Или есть это у человека или нет. То есть если говорят, что эти четыре категории людей не меняются. Если человек родился ученым, каким помрет. Родился правителем, каким помрет. И также родился бизнесменом, таким же и останется. Понимаете? Но проблема в том, что мы не знаем, кем родились. Это означает, что мы недоразвитые. Помните, я говорю, как развиваться? Мужчины через аскезы, через работу над собой и через работу. Вот если, допустим, мужчина не знает, кем ему работать, надо просто идти работать. Просто идти работать. Не важно кем. Не важно, какая зарплата. Важно, что если мужчина работает, значит, он развивается как личность. Если дома сидит, не развивается. Все. Точка. Женщине, чтобы развиваться, надо иметь отношения. Близкие отношения. Важно, с кем. Нет мужа. Дружите с подружками, с родителями устанавливайте отношения. Кормите птичек, кормите жучку, внучку, девку, левку. Всех любите. Вот. И будет развитие личности. И последний тип. Это люди, у которых нижний центр разума очень активен. А средний стоит на втором месте. Это те люди, которые хотят в жизни достигнуть гармонии с этим миром. То есть, нижний центр отвечает за самосохранение, за гармонию, за устойчивость жизни. Они хотят устойчивость жизни, устойчивую работу, чтобы их никто не корректировал. Они хотят любимым делом заниматься. Они хотят приносить счастье своим трудом всем. И главное качество, два главных качества, которые приносят счастье. Это первое качество, это любить труд, а не деньги. И второе качество, способность подчиняться старшим или начальницам. Если они способны вот эти два качества иметь, они успешны. Нет, значит не счастливы. Если такой человек, который имеет эту категорию, он меняет свое дело, свой творческий труд на деньги. Он хочет больше денег иметь, меньше творческого труда. Он становится как и шаг просто. Пашет и все. Нет ни счастья, ни любви в жизни, ничего. И второе, если такой человек не способен подчиняться, постоянно спорят с начальством, то он тоже не может иметь место, где ему работать и жить. Он будет постоянно учиться жить. Итак, четыре конституции разума мы с вами объяснили. Не путайте это с конституциями чувств. Есть конституция чувств. Чувство это шипается ума. Есть пять чувств. Чувство слуха, чувство осязания, чувство зрения, чувство вкуса, чувство боляния. Самое главное чувство, это чувство слуха. Оно связано с разумом. Оно меняет судьбу человека. Знание, переданное через звук, меняет судьбу. Чувство зрения связано с умом. По глазам можно определить человека, его характер. Поэтому, если ты хочешь с кем-то жить, смотри в глаза. Изучай глаза человека. Глаза не нравятся, значит, ты не совместен с этим человеком. Но если ты хочешь понять, куда ты пойдешь с этим человеком вместе, тогда слушай его звук, голос. Потому что через голос можно понять разум человека. Когда рот открывает человека, все понятно, что за человек. Пока смотрит непонятно. Понятно, да? То есть разум определяет наклонность, направленность человека. Это через звук определяется, через голос. Теперь дальше двигаемся вперед. Итак, чувственные конституции, описанные современными учеными. Это меланхолики, санклиники, флигматики, холерики. Нас это не интересует сейчас. Это никак не связано с признащением человека. Понятно, да? Есть конституции ума, умственные конституции людей. Умственные конституции можно разделить на две категории в целом. Но их очень много по факту. Одни являются интроверты, то есть они как бы внутри все переваривают. А другие экстраверты. Они стараются наружу свои эмоции выплескивать. Это деятельность ума. Понятно, да? Ничего общего с работой не имеет опять со специальностью. И конституции разума четыре я вам объяснил уже. Вот о них мы сейчас и говорим. Не путайте также экстравертов и интровертов с другой категорией людей. Людей с внешним сознанием и с внутренним сознанием. Вот это вот то, что нам сейчас надо обсуждить очень серьезно. Потому что веды говорят, если человек не переходит с внешнего сознания на внутреннее, он никогда не найдет себя в жизни вообще. У него нет шансов гармонии найти. Ни в семье, ни на работе, ни в отношениях, нигде. Что такое внешнее сознание? Объясняю. Внешнее сознание, это значит, что человек считает, что количество жилплощади, количество предметов, которые его окружают, марка машины, которая у него есть, количество денег, которое у него есть, определяет количество его счастья. Запомнили, да, что такое внешнее сознание? Внутреннее сознание означает, что количество теплых и нежных отношений, количество любви, количество верности, количество чистоты в отношениях, способность глубоко понимать близкого человека, способность развиваться, заниматься самосовершенствованием и способность глубоко понимать этот мир, есть в нем Бог или нет, есть в нем совесть или нет, означает внутреннюю жизнь или внутреннюю направленность человека. Веды говорят, только внутренние направленные люди могут быть счастливыми, все остальные глубоко несчастны, по-своему. Потому что если в сердце нет счастья в глубине, которая зависит от отношений, понимаете, ум человека связывает с людьми. Если директор завода, допустим, давайте пример приведем, у кого есть в жизни человек, который вас не видит, поднимите руку? Один человек. Вам не вхожете? Так, не очень. Вот представьте, вас не любит сто человек. Один человек уже не любит, уже не легко жить, а сто человек вас не любит. Представьте, директор завода, который мучает десять тысяч человек сразу. Его все они не любят. Он будет счастлив, нет жизни. У него умственные связи с этими людьми отрицательные. И, допустим, пять человек есть, с которыми у него положительные связи. Он будет счастлив, нет? Нет. А что он спросит? А что можно сделать так, чтобы директор завода был счастливым своих причиненных? Ну, говорит, спросит меня, что такое бывает, Олег, иначе вы чего? Откуда свалились? Хорошо, давайте проведем статистику. Бывает или нет? Конечно, это не часто бывает, но бывает или не часто разберемся. Поднимите руку, у кого начальник такой человек, что это вам бесконечное счастье приносит. Есть такие люди? Смотрите в зал. Видите, есть такие люди. Хочется там работать, нет? Да. А если там зарплата будет меньше, вы уйдете? Нет. Все. Все очень просто решается. Вопросы кризиса предприятия решены очень легко. Если человек заботится о людях своей речью, он выполняет свои обязательства. Пускай он платит не так много зарплат, это зависит от возможности предприятия. Но если он людей любит и честно себя ведет, не хапает, не хапает, понимаете? Капусту не хапает, а честно распределяет, пускай у него больше будет зарплат, это нормально. Но если он не капает, честно распределяет, люди не бросят его, когда начнется кризис предприятия. Они останутся, потому что они знают, с ним хорошо, а в другом месте будет хуже. Вот и все. Это называется счастье, то, что я сейчас говорю, счастье. А то, что ты закрутил мозги всем своим подчиненным и мучаешь их, они мучают тебя на том и том плане, еще неизвестно, кто кого жрет. Ты их жрет наружу, а они тебя жрут внутри. И знаете, от этого защититься невозможно. Вот допустим, если есть человек какой-то рядом с вами, который вас не любит, вы хоть что сделаете, вот хоть что, а он вас не будет любить все равно. И вы не сможете никакими загонами сделать так, чтобы он любил. Есть только один способ, это попросить прощения и начать уважать его, относиться к нему по-человечески. Все. Больше нет никаких способов. И вот эта внутренняя жизнь является основой жизни человека. Если нет внутренней жизни, что, допустим, у директора завода происходит? Директор завода по факту сильная личность. Если бы он не был сильным, он не был бы директором завода. Сильный означает, у него сильный разум, сильная способность управлять ситуацией, сильное терпение, много энергии психической. Гораздо больше, чем у его подчиненных у всех. Ведь смотрите, если сложить всю энергию всех подчиненных, то у него просто сил никаких нет с ней справиться. Никаких психических. Понимаете, эти все подчиненные тогда недовольны. Хоть каким бы он сильным не был, что они делают с его психикой? Его психика ходит в жуткое напряжение, он не может расслабиться. К чему это приводит, как вы думаете? Две вещи. Первое – инфаркт. Второе – инсульт. То самое главное – распространение заболевания буквально. Все. Ну, нормальным человеком. Нормальным. Как все мы. Понимаете? Светлой памяти не будет о таком человеке. Не будет. Ну, выпьет за него, за его здоровье. Жизнь у него была просто зря. Зря. Как о Суворове, они мне с просьбой вспомнят. В следующей жизни. Это факт. Но отношения останутся. Или для человека эти отношения проклятием становятся в следующей жизни. Или они становятся для него благословенными. Одно из двух – как ты жил? Поэтому люди хотят жить честно в своей жизни. Они чувствуют, что в этом что-то есть. Правильно прожить – в этом что-то есть. И тогда помирать будет нормально. Понимаете? Зачем какая-то разница помирать, если нет в следующей жизни? Нормально или ненормально? Ну, помер ты и все, ненормально. Чего такие проблемы? Затушил хорошо. Проблема-то заключается в том, что ты не помер. Я изучаю эту тему серьезно. И мне в жизни довелось несколько раз увидеть этот момент. Я благодарен судьбе. Один раз я увидел, как мой один знакомый оставил тело. Я наблюдал, как тонкое тело выходит из грубого. Как он себя чувствует там снаружи. Этот человек был священником. Он всю жизнь жил как монаха. Это удивительная смерть. Второй случай я видел, когда… И он знал, куда он попал там. Потому что он это изучал всю жизнь. Второй случай я видел, как человек валялся на дороге возле машины. Его оттуда вытащили. И он оставил тело. Тело лежало на дороге. А тонкое тело в состоянии глубокого ужаса и непонимания, что произошло, висело сверху. Почему глубокого ужаса? Потому что ни хрена не изучал, что будет дальше. Понимаете? Не интересовался этим вопросом. Жил тупой жизнью, в которой только интересно то, что будет сейчас. Совесть своей не развивал, не изучал, как жить правильно. А просто вот нормально живем и все. Все парится. Вот. И в этом состоянии все окажутся, никто не будет жить вечно в этом мире. Обязательно придет на этот момент, когда мы выходим из тела. И люди часто очень сильно пугаются, потому что не понимают, что происходит. Происходит то, что должно произойти. В том, как тело остается без кругов, потом попадает в следующее тело. Понимаете? В следующем теле ты будешь получать наказание за то, что ты здесь делал. Поэтому и даже с аспекта будущей жизни человек должен жить внутренней жизнью. Не только с аспекта этой. Понимаете? Давайте немножко закрыли материал, то, что мы с вами изучили. Первое. Что есть психическое тело. Оно имеет свое справедливо. Что человек рождается уже с определенной структурой разума. И эта структура разума означает, что если ему суждено, допустим, давать видом знания и учить других людей учиться, то это будет самая лучшая деятельность для него по факту. Конечно, он может заниматься торговлей, потому что это модно сейчас делать, или управлением. Но в этом он не будет чувствовать счастливый себя. Понятно? Да, о чем я говорю? Предназначение человека. Второе. Это то, что есть внутренняя жизнь и внешняя. Вся культура, в которой мы живем, цивилизация, культура, означает опыт, который мы получаем. Развитие нашего разума это означает. Направлено на внешнюю жизнь. Весь опыт, который идет в голубых телеэкранах наших друзей, близких, знакомых показывает нам, что именно надо стремиться к положению общества, к деньгам, к успеху вот этому внешнему. И это будет давать глубокое удовлетворение внутреннее, глубокое счастье. Как описывают это веды? Вот смотрите, ну, человек, допустим, накопил на эту машину, купил ее. Машина крутая. Вдоль вторения есть? Есть. Есть. Что-то садится в машину и говорит, блин, классно. Он едет раз от одного, одного, второго. Классно. Так? Нет, теперь вопрос. Долго это длится? Две недели. Две недели, вот есть опыт. Ну, может быть, или не может быть, если лучше классная машина, полгода. Ну, очень классно, если полгода. Потом человек проиграет, просто не классная машина, а нормальная. Не дай Бог, ее кто-нибудь зацепит, это вообще будет у нас плохо. Потому что я на эту нормальную машину купил пять лет. Пахал, как и шаг. А она все время старее. И эта нормальная машина, и мы старее. То есть мы во что вложили свое счастье? В то, что, во-первых, надоест. Во-вторых, в то, что может разбиться в любой момент. Я когда в детстве, у меня был случай, прочитал новостях. Как человек копил. Рассказ такой был. Как человек копил на машину всю жизнь. Так в те годы копил на всю жизнь. Потом он сел на эту машину, так как он ездить не мог. Он ее разбил. И он умер от инфаркта. Произвело сердце. Потому что он потерял цель своей жизни. Самое дорогое в жизни потерял. Понимаете, о чем я говорю? Нет сейчас. Я говорю о том, что мы вкладываем свою жизнь в железо. Которое портится, стукается и надоедает. Вот ту же самую энергию можно было вложить в то, чтобы любить жену, воспитывать детей. Ведь, понимаете, энергии же определенное количество. Человек или туда вкладывает, на трех работах работает. Или он вкладывает во внутреннюю жизнь. Ну, конечно же, от машины счастье есть какое-то. Это факт. Но не такое же сильное, как от любви к жене и к детям. Эти вещи сравнивать совершенно нельзя. Он скажет, а что нельзя совмещать? Можно. Но основная энергия все равно пойдет куда-то и затянет существо человека. Допустим, если энергия пошла в развитие, тогда работать будет больше человек. Меньше уделять времени семье. Меньше будет отдыхать. Больше болеть. Потому что силы включаются. Меньше следить за здоровьем. Кушать он будет в перебежках. В перебежках. Почему? Потому что мне некогда кушать тоже. В отпуск все меньше будет ездить. Потому что он поставил цель и достаток. Результат какой? Слово на жизнь.